Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Ну, этот таракт в Ницце, вот этот кровавый, да? Да. Я хочу остановиться на нашей реакции. Заглянул в интернет, и там очень много таких нерадостных восклицаний, но во всяком случае есть такая, знаете, подзуживание такое, вот побудьте в нашей шкуре, вот посмотрите, как мы... Со стороны израильтян? Со стороны израильтян. Карикатуры такие там появляются, знаете, что просят Израиль подвинуться и тем самым открывают вход в Европу террору. А так Израиль стоял на этом месте, держал все. То есть, знаете, израильских евреев, их тоже не переделаешь, да? Они говорят, побудьте в нашей шкуре. Израильских евреев не переделаешь, да, но, конечно, они в чем-то правы. Потому что жить здесь, воевать, страдать, бояться, понимать, как на тебя давят со всех сторон и так далее. И чувствовать безразличие и даже такую высокомерность со стороны своих же, Франции и там в Америке, это, конечно, неприятно. Потому что относительно антисемитов погонят в газовые камеры всех, если погонят. Где бы они ни жили, они принимают сегодня крайне противоположные Израилю формы. Для того, чтобы их никак не ассоциировали с еврейским государством. — Удивительно, на самом деле самое безопасное место для них является... — Они так не считают. Они смотрят по карте такой маленький кулачок земли, где мы там будем, куда поместимся, да там вообще нас всех разорвут. — Какие же удары должны свалиться на народ французский, на евреев? — Ну, мы уже видели, что никакие удары не помогут. Практически даже перед входом в газовую камеру они все равно будут утверждать свое. Это мы уже знаем, потому что эгоизм их духовный, и поэтому никакие материальные страдания его не исправят. А единственное, что это только распространением высшего света на них науку и каббала постепенно-постепенно вот так вот объяснять, пообъяснять им через всевозможные кружки статьи. — Это больше поможет, чем страдания? — Да. — Страдания их еще больше противопоставят. — Да что вы? — Потому что вот эта вот заносчивость в них работает и ставит их еще в более жесткую позицию. — То есть гордыня там над всем? — Да, до конца. — Я не тешу себя никакими надеждами, ни на какие теракты. Допустим, что будут всякие такие перевороты и теракты. Ну что это даст? Ничего. Никого не научат ничему. Только лишь распространение науки и каббала. Будем надеяться, что мы преуспеем.